Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всем я вам желаю всякого блага, всякого счастья, всякой радости, любви, добра, мира, терпения в души ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо, все у вас было славненько и чудненько. Поэтому я хотел сегодня с вами продолжить тему так называемого вегетарианства. Это не неедение мяса, это отказ от убийства живых существ и потребление их плоти в свою зачем-то плоть. Как же нам отказаться-то от мяса, от убийства животных? От мяса это очень неправильное слово. Как мне отказаться от того, чтобы не убивать животных? Вы знаете, я как-то прочитал статью, я удивился. Ну, понятно, что все мы люди на земле, все от Бога, все от света и любви его, и к этому должны все вернуться, продушли от этого, и все должны вернуться. И вот я одну статейку прочитал, я думаю, как-то я тоже, конечно же, искал разные вещи, и там тоже был, как бы, ответ одной, видимо, там, известный. Я не помню, если честно, кого там автора, кто она такая, ну, видимо, ну, может, мало известно, не суть важна. И вы знаете, я вам сегодня скажу по тому же самому принципу, но потому что то же самое в моем сердце. И не важно, что у нее, и кто у кого автор, все мы к этому приходим, Бог есть истина, он никому не принадлежит, никто не имеет на него права. Как же отказаться от убийства животных? И чем заменить мясо убитого животных для потребления в свой организм? Вы знаете, я по принципу той же самой статье скажу вам, берите, ну, там не так, вернее, было, это уже я говорю, возьмите ручку, бумагу, сейчас будем долго, усердно, много писать. Целое, целое одно слово мы напишем сейчас. Чем заменить мясо? Целое одно слово, долго, часа два будем писать. Какой ответ? Я думаю, вы у меня умницы и умники, и все уже сами догадались, да ничем. Да пофигу. Вы подумайте о том, что мы живем в матрице просто лжи. Причем порой даже не то, что нам кто-то эту лапшу на уши вешает, мы, к сожалению, сами зазомбированы, порой собственными, лживыми. Ну, понятно, кто-то в нас их враг человеков посеял, у нас много чего, да. Зачастую мы сами обманываемся, называется самообман. Мы сами себе придумаем ложь, в какую-нибудь себе матрицу загоним, что там, три шестерки на лбу на каждом светофоре вам ставят, и все, готовы с фольгированной каской ходить на голове, в каких-то там очках, да, лишь бы тебя не простамповали. То есть, мы сами зачастую себе придумываем какую-то матрицу лжи, греха, зла, и бедные от этого страдаем, несчастуем и становимся несчастными, как хотите. И еще уклонение от этого называем добродетелью, да. Как отказаться от убийства животных? И чем заменить это место? Да ничем. Ведь вы поймите, весь тот бред, который нам рассказывают ученые, так называемые, в кавычках, я возьму, потому что ровно другая половина таких же ученых есть, которые люди рассказывают абсолютно противоположные вещи. И ровно та же половина, которую вы слушаете, допустим, или до этой матрицы, когда вам Бог открыл на сердце, что это ложь, вы живете, вы попадаете в матрицу божественную, в матрицу истинную, и понимаете, начинаете своими мозгами сами шевелить, открыв сердце Богу истине. И начинает задуматься, слушай, если от начала в раю не было страданий, Бог никаких страданий не полагал, всякий человек употреблял в пищу все, что не делает, то есть он наслаждался и получал наслаждение не за счет страданий кого-то, того же самого животного, не устраивая эту скотобойню, да. Так, значит, этого не было в моем организме. Те сказки, что после грехопадения человеческая природа изменилась, это все сказки таких же, простите, хочется чуть ли не матом сказать. Но я скажу без мата. Праздно или Бога пусто словов, или Бога праздно словов, это никакие не богословы. Кто проповедует, что ну вот, ну это плохо, но вот так вот, вот можно в этой жизни, это не касается, это монахи там, если пустили, это православные те же сами себя оправдывают. Там у них я статьи читал, честно, хочется разорвать и выкинуть и плюнуть в лицо такому автору. Какой ахинею ты несешь, что ты людям проповедуешь? Разве ты проповедуешь любовь? Ну это, конечно, скотобойнь и там куча лапши тебе, куча оправданий. А ведь в человеке внутри от этого ничего хорошего не появляется. Но он сам такой, естественно, это проповедует. От избытка сердца, говорят устав. Самого его сердца абсолютно жестокое, каменное. Ему без разницы. Он на чашу весов вешает свою чашку с тарелкой и убийство животного за стеной. В тех же самых монастырях спокойненько жрут мясо, за стенами скотобойни в этих монастырях. Я это не от праздного слова говорю, я это знаю. Я могу вам места все перечислить, где подобное творится. Это которые я знаю, а уж о которых я не знаю. Если это не публично, что показано, это не значит, что этого нет. Откуда оно у них на столах появляется? Точно так же. Протестант, который тоже все готов в Библии оправдать, сшив ветхое с новым, грязь с чистотой, истину с ложью. И спокойненько такое Евангелие придумали, что мама не горюй. Лучше бы вообще им не знать его было. Так чем заменять мясо, труп убитого животного до ничем? Вы же находитесь в матрице. В матрице, веря в то, что в мясе есть что-то полезное организму человека. Пусть в этом после грехопадения человеческом теле. Но это лишь матрица, в которую вы верите. И если вы из этой матрицы выйдете, все у вас станет на места. Вы просто один раз, один шаг делаете, из матрицы выходите, и все. Из матрицы лжи. Собственных лживых убеждений. Вам навешаны кем-то, или порой даже нам самим, даже обвинить-то некого. Думаешь, слушай, если мертвое животное действительно не полезно моему организму, я это знаю, в принципе, и по-внутри. Чтобы его получить, надо убить, причинить страдания. И по наружности я вижу в Писании, что от начала не было так. Зачем мне загоняться? Зачем мне верить каким-то врачам? На ученым. Там от их неучености, тьфу, кот наплакал. Это же все бред. Животные то же самое. Мы думаем, что кошка должна есть мясо. Ну, кто вам сказал? Начинает всякую-то ахинею, верю, какие угодно доводы приводить. У них там острые зубы, глаза смотрящие вперед, а не в сторону. Господи. Да и у человека есть выбор. Тварь, или как ее называют, да, в Библии написано, как апостол Павел так написал, животные, творение Божие, страдает за нас. Изменись ты, изменись твои животные. Мы просто не хотим выйти из этого. Вот и все. Мы любим грех, я это давно понял. Про тех людей, которые противятся любви. Любви и истине. Это просто любовь к греху. Вот и все. И ты хоть что человеку сделаешь. Поэтому ответ на то, чем заменить мясо, очень простой. Ничем. Не надо ничем заменять. Не надо верить психопатам и ученым бесноватым, которые утверждают, что убивать животных нужно. Что без мяса человек жить не может. А это они утверждают одно и то же. Утверждать, что нельзя жить без мяса, это то же самое, что утверждать, проповедовать убийство. Этот человек больной. Он бесноватый. В нем дух злобы, жестокосердия. Такого человека, такой человек не может нести вам истину. Человек убийца. Он ничего вам доброго не может сказать. В нем нету истины. Поэтому заменять мясо ничем не надо. Не надо загоняться и что там, какие-то раскладывать мясо на какие-то минные кислоты. Кто вам сказал, что мясо полезно убитого животного? Это же вам сказали. Вы же понимаете, что если это не должно было быть в моей пище, значит это мне не нужно. Значит все, что там есть, мне не надо ничем заменять. Вот казалось бы, да, это такие простые естественные вещи. Я нахожусь в такой матрице, что кто-то мне когда-то в этом убедил. А подумайте теперь наоборот. Может быть вас это подтолкнет к лучшему. Слушайте, так если там в мясе мясо мне вредно. Давайте так тогда начнем. Получается его вкушение мне вредно. То, что мне не полезно, мне вредно. Слушайте, так может то, что я даже буду там пытаться заменить, может быть это мне тоже вредно? Почему я говорю, даже не загоняйтесь на эту тему. Ешьте простую пищу, овощи, фрукты, все что растет, крупы там, все что растет на деревьях, все что падает с деревьев и растет и падает. И все что произрастает вам земля. Вот и все, питайтесь этим. Все эти диетологи, я какую только хинею даже сам слышал, когда ходил, там разные болячки были, начинали. Надо там 20 грамм бананчика, того-то, того-то. Слушайте, я прекрасно знаю, что половина таких же ученых и врачей, диетологов, допустим в области пищи, говорят, что слушайте, вы должны питаться тем, что растет вокруг вас. Вот я живу, родился, родился, знаете, как овощ вырос на какой-то земле. Я родился в Воронеже, до сих пор тут живу. Я надолго никогда не менял и кардинальное место жительства. Вот скажите, пожалуйста, мне бананы будут полезны? Мне надо там, в киви есть то-то, в бананах есть то-то. Я говорю, слушайте, я в Черноземье бананов на деревьях не видал. Они никогда здесь не росли. Вот если Бог меня здесь поселил, и возьмем время 100-летней давности, ну какие бананы были в России? Ну кто их видел? Рабочий, крестьянин, все, что выращивал вокруг, тем и питался. Не было ни холодильников, ни морозильных камер. Все это невозможно было даже при желании привезти такие вещи. Их можно было диковинкой попробовать где-то на чужбине. Ну как ты, наверное, человек обходился без бананов? Ой, апельсины нужны от витамин С. Пф, читаешь такую же статью такого же ученого, такого же диетолога, и говорит, и такие же исследования оказываются в капусте ровно столько же витамина С, сколько в апельсине. Хотя, казалось бы, все апельсины нам проповедуют как источник витамина С. Пожалуйста, в капусте чуть меньше, а где кочерыжка написано ровно столько же. Чем ближе к центру, тем больше витамина С как-то вот так. Да и опять я во все это верю. Слушайте, вот здоровый человек, который хочет быть свободным в этой жизни, от ненужных этих знаний, зачем вообще этим взбивать голову? Бог, Бог прекрасен, Бог чудо, и посмотрите на Иисуса Христа в Евангелии. Он ходил спокойно, он не загонялся, что ему есть и что ему пить. У них порой ничего не было. Они могли простые колосья сорвать и перекусить теми зернами, которые выпотрошили из колосочка. И достаточно им было этого. Так чем надо заменить мясо? Да ничем. Обычно здоровой пищей. Вот и все. Убивать не надо. Загоняться, что в этом мясе, тоже не надо. Выйдите просто из этой матрицы, да и все. И все, и живите спокойно, живите в мире. Питайтесь тем, что есть. Почему-то те же самые вот эти животные, у которых вот такие вот мышцы. Посмотрите на быка. Говорят, ой, там в мясе что-то там есть. Что там есть-то? Бык ест такую же самую траву и ничего. И здоровый, говорит, как бык. Почему? Потому что бык нереально здоровый. А ест он обычную траву. Все эти рассказы, все это полное брехния. У быка что, меньше мышц, чем у льва? Да он любого быка легнет и на рога повесит. Ой, любого льва. Они что, дохлеют что ли хищников? Нет. Все это сказки, все это матрица лжи. Лекарство и способ избавления от этого. Самое наипростейшее. Просто выкинуть эту ложь из своей головы. И стать на путь света и любви. Вот и все, на путь истины. Жить спокойно в свободе, в любви, в радости. Не быть рабом ничему. Уж тем более зла и убийства. Все намного проще. И мясо не надо вообще ничем заменять. Выбросьте все это с головы. Убийство вредно. Труп животного из плоти и крови, такой же, как у тебя, состоящий. Уже от свиньи чуток человеку не пересаживают. И сердце, и почка. Говорят, на 98%, 97% или 95% совпадает с организмом человека. Вы поедаете себе подобного? Это разве от Бога? Это разве христианство? Нет. Ну вот и все. Все очень просто. Надеюсь, кому-то это поможет. Потому что говорить, я уже анонсировал об этом ролике. Я говорил, что ролик будет вообще на 2 минуты. Потому что я так разжевываю. Говорю, что говорить-то? Убийство животных. Грех. Из любых целей. Еда, одежда, развлечения. Шоу-программы. Лишение свободы. Все эти зоопарки, цирки. Все это грех. Это братья наши меньшие. Те, кто нуждаются в нашей заботе. Еще больше попечения. А не наоборот тирании. И уж не говоря об убийстве. Вот и все. Поэтому все, что есть в мясе, вам даже об этом думать не надо. Вы питаетесь той пищей, которая вас окружает. Которая естественно растет в той области, в том районе, где вы живете. Вот и все. Вам не нужны никакие бананы, если вы живете в Черноземье. Вы можете ради усложнения языка купить это и попробовать. И то. Вот им не факт, что тогда все это полезно. Может быть человек, который питается тем, что ему не свойственно, ему тоже вредит. Я говорю, нам будет лапшу на уши вешать, что надо того, того, всех орешков на земле попробовать. Слушайте, ну я не живу там, где растут кедровые орешки. Я жил в Сибири. Я вот был недавно в Корее. Там можно самому пойти их насобирать. Там, где я живу в Центральном Черноземье, их нет. И стоят они здесь по полторы тысячи килограмм. И кто сказал, что они мне нужны? В них может быть есть вещи, которые нужны северянам. У них что-то чуть лучше благодаря этому в организм поступает. Да, и горсточку кедровых орешков ему можно собрать. И они ничего не стоят. Они точно так же вот пошел в лес, прогулялся, насладился походкой, прогулкой, еще и пользой. То-то собрал, то-то собрал. В моей области все, что растет, это грецкий орех. Вот грецкий орех по-хорошему, это мое. Каждый должен питаться тем, что его окружает. Вот и все. Овощи, фрукты, те крупы, которые выращивают в его этом. Так что вот так вот. Все остальное, это всего лишь сказки. Это матрица, в которую мы верим. Верим. Вот и все. Приводить мне других ученых ничего не надо. Я ничего не буду ни читать, ни смотреть. Это все ахинея. Вы в это лишь верите. Обычная вера, ничего большего. Но если вам ваше сердце говорит верить в зло, и ваше сердце зло, то, ну пожалуйста, можно оправдать все беззакония. Но вы обманетесь и получите то, что вы и всегда получаете в этой жизни должное воздаяние. Я верю, что то же самое потребление трупов себе подобных, по телу животных, они нам практически подобны. Именно это причина многих заболеваний в том числе. Именно это. Я думаю, что мы должное воздаяние по плоти получаем уже здесь. А по душе, ну тоже здесь, просто это сейчас не явно, а явится там. То есть человек, который убивает, причиняет страдания любому живому существу на земле, этот человек – сущее зло. Вот и все. Он сущность, его сущность, зло, раз он это делает. Раз это проявляется в делах, значит это в нем внутри. Этот человек внутри урод. Этот человек внутри тьма. Этот человек внутри зловонья. Вот и все. А любовь – это красота и свет, и радость, и благоухание. Вот и все. Выбирать вам, какими быть. На этом у меня все. Прибавить, убавить тут нечего. Выкиньте и забудьте. И будьте счастливы. И будьте счастливы по плоти, по духу и здесь, и всегда, во веки веков. На этом у меня все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Всем желаю встать на путь истины, света, добра и любви. И жить в соответствии с выбранным путем жизни. Все, пока-пока. До встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok